Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – частушка как жанр русского песенного фольклора. Термин «частушка» – «народный» происходит от слова «частый». Возникают частушки во второй половине XIX века и вскоре приобретают необычайную популярность. Особенно широкое распространение частушки получили в конце XIX – начале XVIII века. Частушка занимает особое место в русском фольклоре. Ее характерной чертой является то, что она очень быстро реагирует, откликается на все новое в жизни. Частушка – это народная песенка, четверостише лирического, слободневного, задорно-шутливого содержания. Частушка – жанр молодежный, поэтому главными ее героями являются парни и девушки, а главной темой – тема любви. Частушка во многом сходна с пословицами и поговорками, однако имеет и отличие от них. Главное отличие заключается в том, что частушка не прозаический, а в песенный жанр, и предназначается она для публичного исполнения в кругу молодежи. Частушку также многое сближает с народной лирической песней. Однако существуют и отличия. В частушке сильнее выражен индивидуальное начало, эмоциональный тон ее – мажорный, радостный, удалой, веселый, преобладает бодрое, активное и жизнеутверждающее настроение. Тогда как основной тон народной лирической песни – это грустный, минорный. В традиционных народных песнях отсутствует рифма. В частушках она есть. Обратите внимание на текст частушки. Это обычно четверостише, написанное хореем, в котором рифмуется вторая и четвертая строки. Характерной чертой языка частушки является его выразительность и богатство языковых средств, часто выходящие за рамки литературного языка. Частушка часто исполняется под аккомпанией гармонии или балалайки. И под влиянием фольклонов частушек возник жанр литературной частушки. И в 20 веке литературные частушки создавали советские поэты Демиан Бедный, Александр Прокофьев и другие. Выделяют пять разновидностей частушек. Это частушки страдания, частушки топотушки, частушки хохотушки, частушки небылицы, детские частушки. Лирические частушки – это припевки. Это четырехсрочные частушки на разные темы. Плясовые – четырехсрочные припевки, и они отличаются от лирических объемов, особым ритмом, удобным для сопровождения плясок. Строчки короче, чем в лирической частушке. К ним относятся частушки типа яблочка, которые появились в начале 20 века на Украине, как любовные. В 17-20-е годы эти частушки обрели новую тему, став социально-политическим. А частушки страдания, как правило, с двухстрочной строчкой о любви поются медленно, протяжно. Их пели на Волге, и в средней полосе России. На севере России, Урале, Сибири они не были известны. А теперь домашнее задание. Ответить на вопросы. Первое. Что означает слово «частушка»? Второе. Назвать виды частушек. Назвать исполнителей частушек. Четвертое. Под какие музыкальные инструменты исполняют частушки. Ответ желательно выполнять письменно и дать полный подробный ответ. Второе задание. Сочинить собственную частушку на тему о школе или о семье. И полную информацию, подробную информацию о частушках вы можете получить по указанным ссылкам. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok